Теперь, от чего зависит место деятельности? Понимаете, есть развитие человека, и человек себя отождествляет с тем, как он развивается. Есть развитие человека, а есть его судьба, то есть шлейф, то, что тянется за ним. Вот, допустим, если человек жил определенными понятиями в жизни, то такую работу он получает. Работа всегда — это то, что было у меня в прошлом. Работа не меняется сразу, потому что сначала меняется окружение человека в жизни, его вера меняется, окружение, а потом только работа, а потом только семья. Семья имеет отношение в семье. Это все происходит в зависимости от степени кармы. То есть самая легкая карма — это дружба, поэтому друзья меняются быстро. Поменялось увлечение какое-то в жизни, друзья новые появились, это быстро меняется. Но работу поменять, чтобы она благостной была, уже непросто. Для этого нужно иметь другую судьбу, для этого нужно иметь больше благочестия в сердце, в жизни. Благочестие — это бескорыстные, добрые дела, дают человеку счастье и развитие в жизни. Потому что невежественные люди просто пользуются своей прошлой кармой, пока есть возможность. Они ничего не создают в плане счастья своего, ничего не создают, они только используют. Ложный эгоизм не приносит счастья, только истинный эгоизм приносит развитие человека и счастья. Люди в страсти иногда хорошо поступают, иногда плохо, поэтому у них не усугубляется, не улучшается ситуация жизни, счастья. Но благостные люди, которые стараются желать всем счастья, работают над собой, у них запас благочестия повышается, и жизнь меняется к лучшему постепенно, в каких-то глубинных своих вещах. Коллектив меняется в лучшую сторону в жизни, потом семья. Но сначала отношение к себе и к Богу должно поменяться. Теперь давайте поговорим о том, как в благостных, страстных и невежественных коллективах надо себя вести. В невежественном коллективе надо желать всем счастья, ни с кем не устраивать близкие отношения, выполнять свой долг и домой. Там не нужно пытаться жить, там надо просто выполнять свои обязанности. Например, никому не придет в голову жить в туалете. Ну там просто выполнил свои обязанности и пошел. Правильно? Там нет жизни. Некоторые там живут, конечно, телевизор ставят в туалете. Им там нравится оставаться надолго. Но это уже извращение. Туалет — это невежественное место. Точно так же и в коллективе, где царит злая, грубая атмосфера, там не надо пытаться жить. Жизнь означает любовь. Там не надо строить дружбу, строить какие-то отношения. Просто отработал и ушел. Это самый лучший вариант. Если там начинаешь дружить, ну, допустим, у тебя там появился друг, это хорошо. Но вместе с другом появится и враг. Потому что если ты начинаешь там строить близкие отношения, в невежественной среде любые близкие отношения вызывают злобу и сарказм у остальных людей. Не дай бог тебе там свои духовные чувства кому-то открыть. Все станешь негодяем сразу, сектантом и так далее. В страстных коллективах поведение должно быть таким, чтобы проявлять свои творческие способности. В страстном коллективе можно проявлять свои творческие способности, уходить в дело, в деятельность, в работу. Находить соратников можно по труду. То есть есть люди, с которыми тебе интересно работать, обмениваться деловой информацией, развиваться в деловой сфере. То есть там есть какая-то свобода. Но там нет свободы для духовной жизни. Например, в страстном коллективе, если вот в этом деловом коллективе ты начнешь рассказывать про то, что ты услышал на лекциях, то тебя никто не поймет. Там скажут, слушай, что это такое вообще? Зачем это тебе надо? Там нет этой свободы. В страстных коллективах нет возможности обменяться какими-то глубокими душевными вещами. И не надо пытаться это делать. Это неправильно. Это приведет к страданиям потом. Вы скажете, а где же тогда мне общаться? А для этого нужна другая среда. На самом деле, если вы хотите раскрывать свое сердце, тогда вам надо искать свою веру. Потому что благостные люди, они всегда общаются в атмосфере, в которой они вместе собираются с одинаковыми интересами, в которых они в этой атмосфере развиваются духовно. То есть есть для этого специальные места. Страстные люди боятся веру вообще, они боятся какую-то веру. Неверственные люди вообще считают, что это все бред, что это сумасшествие. Страстные люди не считают, что вера это уже как бы лишнее. Этого нам не надо. Благостные люди стремятся к духовности. Они стремятся развиваться внутренне нравственно. Поэтому нужно входить на такие лекции, нужно искать место, где будет благостное общение. Это могут быть храмы, различные культурные мероприятия, духовные. Есть паломничество по святым местам. У нас есть такое мероприятие, рекламная пауза небольшая. У нас есть такое мероприятие, называется фестиваль благость. Этот фестиваль проводится в Анапе. Кто из вас был на этом фестивале? Поднимите. Есть? Удивительно, ни одного человека. Вот знаете, что есть такой фестиваль, на который приезжает по 600 с лишним человек. Там отдельный фестиваль для детей. И люди с утра и до вечера занимаются работой над собой. То есть они изучают, как правильно жить. Там йога, там пранаяма, цигун. Танцы женщины изучают, как танцевать. Вечером концерт, авторские песни, различные спектакли. Очень красивые мероприятия. Целый день какие-то тренинги, лекции, разные лектора. Очень вкусная пища, приготовленная с любовью. Никто не курит на территории, не пьет, не ругается матом. Все здороваются, улыбаются друг другу и так далее. Две недели. В такой атмосфере, когда находится, он потом не может уже уехать. Со слезами на глазах люди уезжают. Это удивительное такое мероприятие, которое переворачивает судьбу людей. Часто девушки, которые не могут найти себе никого в жизни, они приезжают туда и знакомятся с парнями, которые не могут себя найти. Потому что люди все очень замкнуты в деловой атмосфере. Мы чем занимаемся? У нас есть только работа и дом. Людям очень трудно найти себе ту среду, в которой они должны как-то активно жить. У нас также на сайте есть группа ВКонтакте, законы счастливой жизни называется. Есть несколько разных групп. И в этой группе ВКонтакте 200 с лишним тысяч человек подписано. То есть они общаются там, смотрят информацию и так далее. Фестиваль будет уже скоро. У нас начинается 24 сентября заезд в Анапе. Фестиваль. Приезжайте. Места еще есть. Можно приехать и получить вот эту удивительную атмосферу, в которой человек развивается. Там приезжает много наставников, моих друзей, каких-то людей очень интересных. Есть также и здесь подобные мероприятия. Изучайте, смотрите. То есть если вы хотите развития внутреннего, хотите отношений, хотите понять, как жить правильно, нужно общение. Дома и работы недостаточно для этого. Это невозможно. Дома личные отношения, они часто тоже не очень глубокие. Люди часто думают, что личные отношения означают, что мой супруг должен меня понимать. Мы об этом говорили. Не факт. Супружеские отношения, взаимопонимание в супружеских отношениях развивается только когда эти отношения становятся очень мощно развитыми духовно. Я вам сейчас расскажу вообще, как это происходит. Вот смотрите, в личной жизни. Если семья создана, как обычно, она создается на основе симпатии просто, то это не означает, что люди сразу обретают возможность быть близкими. Симпатия означает просто наслаждаться друг другом и обмениваться интимными словами. Но близость означает, что человек может открыть свое сердце, поделиться своими духовными реализациями, своей верой. Понимаете, сами по себе отношения симпатии не подразумевают, что ты можешь открыть сердце человеку и рассказать свою веру. Как только ты начнешь это делать, это его сразу же будет напрягать. Потому что отношения симпатии — это корыстные отношения, это не бескорыстные отношения. В них нет чистоты. Они основаны на эгоизме. Поэтому для того, чтобы в семье появилась такая атмосфера чистоты и взаимопонимания, для этого нужно пройти три стадии. Первая стадия — принятие человека. Нужно принять человека со всеми его недостатками. Вторая стадия — уважение. Это означает, что ты чувствуешь в человеке что-то ценное, важное, глубокое, чистое. Не просто, что он тебя наслаждает, приятный человек, а ты чувствуешь в нем чистоту, что-то ценное, возвышенное. И третья стадия — это верность. У меня есть специальный семинар на этой теме, надо это серьезно изучать. Это не просто сделать семью, в которой ты сможешь открывать свое сердце и говорить о сокровенных вещах близкому человеку. Это не просто сделать вообще. Это проще сделать в духовной среде, где люди собираются для того, чтобы это делать. Открывать сердца, общаться на духовной теме. Ищите себе такое общение. Давайте немножко с вами поэкспериментируем и возьмем, допустим, просто чисто практически и будем сейчас обсуждать, у кого какие проблемы в отношениях с коллективом. Если есть люди, которые склонны открывать сердце, прямо смело говорить, то можно поднимать руку, и мы с вами сейчас будем обсуждать вашу проблему. И мы таким образом будем дальше решать, как в целом преодолеть эти трудности. Микрофончик на первый ряд. Вот девушка с красным шарфиком. В общем, я работала... Поближе к микрофону. Работала в коллективе давно, и у нас были, ну, такие хорошие отношения, в общем-то, близкие. Что вы... Как семья. Хорошие, близкие означает нехорошие уже. Ну, дружеские. Ну, как, что значит дружеские? О чем вы говорили? Обо всем. Ну, чай вместе пили. Чай вместе пили. Все, до свидания, работа. Ну, это нормально, для женщины это нормально. То есть это хорошее, вы считаете? Хорошо. В чем проблема? Проблема в том, что я рассказала подруге о своей работе. И она решила... Слышно сзади, нет? Ближе микрофон и погромче. Вот, я говорю, ну, приходи, попробуешь. Она пришла, попробовала, ей понравилось. Ну, все, я была как бы рада за нее. А коллектив сказал, ты зачем ее сюда притащила? Нам тут самим денег мало. Вот. Ну, в конце концов, они говорят мне, ты заварила кашу? Ты теперь, ну, как бы расхлебывай. Я говорю, я ей не могу сказать, не приходи. Это уже начальник решает. И вот, ну, она такая настойчивая, в общем-то, она пришла. Мы стали с ней работать, дружить. В общем, разделился коллектив на три лагеря. Мы с ней вдвоем. В общем, нам комната отдельная, все. И вот это настолько видно. И еще, знаете, интересно, что? Что там девушка одна есть. Она родственница начальника. И подруга у нее там. Все по лекции. Да. И вот мужчины, которые там работают, они с нами, ну, вот под их влияние как бы. Под их влиянием оказались. Да, и они вот, их настроение как бы, это вот сразу видно. То есть, они... Ну, вы сейчас работаете там в коллективе? Да. Да, мы продолжаем. Работаете, да? Очень хорошо. Мне все нравится. У нас интересная тема для обсуждения. Интрига есть. Все ошибки сделаны уже. То есть, первая ошибка подружилась с девушкой в коллективе. Сразу возникла зависть вокруг. Разделились лагеря различные. Хорошо. Хорошо. Вторая ошибка, это уже не ее, это то, что у начальника есть еще близкий человек на работе. Это еще одна проблема, которая для всех уже трудность. Вот. Третья проблема, это то, что вы как бы близкие по духу, да, люди? С ней, да. С ней, да. Но это значит, с остальными будете врагами обязательно. Нет, мы не враги. Мы просто как бы со стороны счастья желаемым. Вы не враги, но они будут вашими врагами. Потому что, понимаете, вот эти духовные отношения в коллективе, когда кто-то заводит, людям становится сразу напряжно вокруг. Они же деловые отношения заводят. Им тяжело как бы жить там, где... Ну вот представьте, допустим, вот представьте такую картину. Вы, допустим, сидите, работаете, да, у вас деловые отношения, а рядом на соседнем столике кто-то сидит, он, они тоже работают, но периодически целуются. Нормально, нет? Нет. Нет. То же самое, если вы как бы такие близкие, у вас близкие взгляды, вы такие очень близкие друг к другу. Ну, людям тяжело в такой как бы среде находиться. Это живо. Вы создаете свою ауру, как бы свою атмосферу. И людям очень тяжело в этой атмосфере быть рядом с вами. Поэтому в коллективе надо вот эти свои духовные интересы отставлять на какое-то второе место и там ходить в общее... Да нет, нет, мы это не явно же все. А? Не явно? В коллективе все тайное становится явным. Надо быть поскромнее, там, вести себя более... Значит, смотрите, первое, что я вам посоветую. Всегда, во всех ситуациях, есть действие ложного эго, есть истинного. Во всех коллективах есть трудности, потому что у всех есть ложное эго. Люди приходят на работу зачем? Чтобы удовлетворить свои личные интересы. Понимаете? Там нет открытости сердца. Там, где есть ложное эго, там нет любви. Но и там, где есть любовь, там тает любой лед. Для этого следует знать правила, как в атмосфере деловых отношений тает лед. Правило первое. Вы не должны вмешиваться ни в какие интриги, сплетни, и вас не должно волновать, что происходит в коллективе вообще. Это не ваше дело. Ваше дело отработало, ушло. Первое правило. Второе правило. Надо каждый день во время молитвы с утра желать всем счастья, всем людям, которые работают. И просить прощения, прощать тех, с которыми трудно людьми, с которыми трудно, через которых действует карма. Следующее правило. При встрече любого человека улыбаться ему и здороваться с ним. Надо четко разделить, запишите три графы, поставьте, запишите себе. Невежественный человек, страстный, благостный в коллективе. С благостными людьми старайтесь быть более открытой и служить им более открыто. Открытое означает, что вот конкретно можете им угощения приносить каждый день, просто дарить. Они будут с удовольствием принимать и вам тоже в ответ делать то же самое. Со страстными людьми нужно отстроить отношения долго. То есть нужно с ними вместе трудиться, выполнять обязательства взаимно, если пообещали, сделали что-то. И всегда стараться с ними не обсуждать слишком глубоко ничего. Не вникать в подробности со страстными людьми. Если обсуждение начинается, выходите из этого места. Не вступать в близкие отношения. Только деловые и доброжелательные отношения. Следующее. С невежественными людьми выполнять свои обязанности на расстоянии, стараться ничего не выяснять, совсем соглашаться. И держаться подальше, просто выполнять свои обязанности и до свидания. Они будут наглеть, обижать, оскорблять, но надо всегда им прощать и не обращать на них внимания. Как собака гавкает, вы же не обижайтесь, что она грубо с вами разговаривает. Правильно? Так же с невежественным человеком надо себя вести, понимать, что он просто находится на такой волне, на которой нет выхода. Нет разрешения ситуации. Надо просто спускать на тормозах все. Да, но мы лекции ваши слушаем уже долго. Но у вас нормально? Вы в коллективе хорошо работаете? У вас все нормально в коллективе? Да, нормально. О чем мы говорим тогда? Ну, просто я ситуацию рассказала. Просто еще как бы не знаю, чем закончиться. Нормально, хорошо, спасибо. Но все равно мы о чем-то говорим. У кого есть трудности в коллективе? Поднимите руку. Который хочет... Да, вот отдайте назад. Кто хочет со мной поговорить? Ну, в коллективе женщины и пара мужчин. Я согласен, это тяжело. Это уже тяжело. У меня клад несколько больше, чем у остальных женщин. О, это еще тяжелее. Это означает зависть. То есть все это означает, вас мучить будут, да. Ну и обстановка такая напряженная. Напряженная в чем? Вообще в целом в коллективе обстановка напряженная. Да. Кто руководит коллективом? Мужчина или женщина? И мужчина, и женщина. Два руководителя. Два руководителя. Муж-жена? Нет. А между ними какие отношения? Деловые? Ну... Или симпатия? Могу сказать. Они много выпивают. Выпивают вместе, да? Нет. А люди как? Грубо разговаривают или вежливо друг с другом? Вежливо. Вежливо. Есть какая-то у фирмы какой-то статус там? Ну, значит, страсть больше, атмосфера страсти. Знаете, какой совет? Не открывайте сердце в этом коллективе. Старайтесь обязательно делать какие-то подарки всем. Ну, что-то хорошее делайте для всех. Найдите способ, как сделать приятное каждому человеку. Например, если у вас день рождения, то покупайте подарки всем до одного членам коллектива. Просто здоровайтесь и улыбайтесь всем. Желайте всем счастья. И когда начинаются сплетни, не участвуйте никогда, не занимайте ничью позицию в этих сплетнях. И если кто-то обсуждает вашу зарплату, извиняйтесь и говорите, что простите, так получилось. Как бы я не знаю, что вам сказать на этот счет. Не защищайте свои права на зарплату, а просто как бы уважительно относитесь ко всем. Евгений Геннадьевич, вот стало когда молиться и слушать ваши лекции, стали улучшаться отношения. Поближе, поближе. Стали улучшаться отношения. А что вы сделали для улучшения? Молюсь, желаю счастья. А вот то, что я сказал, дарите подарки. Ну, день рождения это святое, но там невежественно, то есть там всегда выпивка. Ну, ничего страшного, вот прощайте людям их выпивку, нормально. Вы знаете, что люди пьют, потому что они не могут не пить. Вот я медитировал вообще на человека, который склонен пить. Знаете, что я увидел? Я глубже-глубже в психику погружался, пытался понять, почему человек пьет. Вот смотрите, у человека есть определенное количество счастья, которое ему нужно для жизни. Если этого счастья нет, то все разрушается. Разрушается здоровье, все разрушается. Понимаете? И есть три способа получать это счастье. Первый способ — это получать счастье там, где его надо получать человеку. Это вера и духовная жизнь. Там человек получает свое счастье. Это источник его счастья. Даже просто если женщина верит в ребенка, это означает, что она уже будет получать свое счастье. И она не будет пить. Второй способ — это получать счастье из цели. То есть человек поставил цель построить дом там. Если цели материальные, то это временный способ. Потому что когда мы строим дом, все хорошо. Когда мы не можем строить, то это источник страдания уже и разрушения, а не счастье, наоборот, получается. И третий способ получать счастье — это невежественный способ. Это развлечение. Развлечение. И знаете, почему люди из развлечения пытаются понять счастье? Потому что у них нет другого выхода. У них нет цели такой в жизни, которая бы давала им счастье. И у них нет духовности и веры. Они ни во что не верят. У них остается только одно — это снимать себя напряжение развлечениями. И поэтому у них есть несколько вариантов. Первый вариант — это простой выпивка. Потому что когда человек выпивает, то психика его входит в определенную зону, сферу жизни. Это зона, которая контролируется тонкими сущностями, которая называется веселящие духи. То есть что происходит в это время с людьми? Когда человек выпивает, его психика входит немножко в другое измерение, в котором действуют вот эти духи. И он с ними устанавливает такие отношения. Они ему дают счастье. Веселящий дух дает счастье человеку. А человек ему взамен отдает свою волю. То есть другими словами возникает привычка. То есть получать счастье из этого источника и не из какого-то другого. Поэтому люди, которые не имеют склонности жить для своей цели, как это люди живут в страсти, или жить для возвышенных каких-то вещей, для своей веры, как это делают люди в благости, когда человек не имеет таких интересов, то у него только один выход — это получать счастье там, где есть счастье. То есть развлекаться, себя отвлекать и развлекаться. Любой человек склонен отдыхать. Это нормально. Но благостные люди даже в отдыхе, они пытаются как-то в атмосфере веры находиться. Страстные люди даже в отдыхе говорят о делах, о своей цели. А неверстные люди, они отдых ставят основой жизни. То есть для них святое — это святое. Выпить — это святое. И мы сейчас видим, что культура в сторону невежества уходит, и поэтому любой праздник в центре стола не икона стоит, как раньше, а бутылка уже. Поминки — бутылка, свадьба — бутылка. Любой праздник — бутылка. Без бутылки нет праздника. Это означает невежество, невежественная среда. Я вам не зря сказал вчера о свадьбе, на которой я был. Там не было бутылок и не было сигарет. Там было настоящее веселье и счастье. Некоторые люди думают, что без бутылки нет счастья, нет драйва. Это полное заблуждение. Когда люди не в пьяном угаре веселятся, а веселятся по-настоящему, просто от радости друг к другу, то это совсем другое веселье. Это веселье на много порядков выше и чище. И когда ты такое веселье видишь, то это незабываемое зрелище. Как у нас на фестивале благости, это незабываемое чувство и зрелище. Там люди в одну семью объединяются за две недели. 600 человек, все знакомятся друг с другом, там переписываются. Пьянство означает безвыходная ситуация. Человек не может жить без этого. У него нет возможности получать счастье где-то в другом месте. А также азартные игры, а также вот эти фильмы ужасов, или интернет вот этот весь, погружение в компьютерные игры. Это безвыходная ситуация. У человека нет просто возможности где-то получать счастье в другом месте. У него нет возможности, потому что человек без счастья жить не может. А есть три зоны счастья. Есть невежественное счастье, это развлечение и деградация по факту. Потому что развлечение всегда приводит к деградации. Человек любые развлечения. Если это цель жизни. Дальше. Счастье в труде или цель в работе приводит человека к уменьшению свободного времени, к увеличению напряжения и изнашиванию психики. Человек становится как автомат. Он очень напряженным становится. Это страстная среда, деловая среда. Люди очень напряжены и изнашиваются быстро. И третья зона счастья. Это счастье, связанное с работой над собой, духовная среда, вот эти вот молитвы. Там бесконечное возрастание счастья. Там счастья становится все больше и больше. И нет никакого предела этому вообще. Нет никакого конца. Потому что в этом и есть цель человеческой жизни разумной. Поэтому перестаньте в этой среде искать свое прибежище. Приходите туда, потому что там вы обязаны быть. Там место, где вы должны зарабатывать себе на жизнь. Так захотел Господь. Желайте счастья с этим людям и не стройте с ним близких отношений. И вы будете удовлетворены своей жизнью полностью. Потому что ваше сердце будет открываться там, где ему положено открываться. И закрываться там, где ему положено закрываться. Представьте, человек в трамвай зашел и говорит, «Я желаю вам всем счастья!» Они говорят, «Ты что, дурак? Пойдем в психушку!» Видите, это означает неправильное смешение отношений, неправильное поведение там, там в этой среде нельзя так себя вести. Это неправильное поведение. Я могу немножко рассказать о моем коллективе. У нас 60 человек. Это клиника в основном, где мы лечим людей. Все эти люди занимаются духовной практикой. Для всех для них я наставник. Я не руководитель в этом коллективе. Я наставник и учитель там. И там есть руководители, есть старшие, есть обязанности трудовые, есть наказание, есть поощрение. Все то же самое. Но там эти все люди, когда работа заканчивается, они едут по субботам и по воскресеньям. Мы собираемся вместе на духовные мероприятия, молимся или праздники какие-то у нас. Кто-то готовит спектакли, песни. Кто-то готовит для всех. Каждый суббот у нас праздник. Вместе собираемся, молимся, вкусные блюда готовят, какие-то реализации, опыт духовный. Каждое воскресенье у нас совместная молитва. Я общаюсь с теми, кто меня считает старшим, даю им свои наставления. Так мы живем. На работе деловые отношения. Мы там не строим близких отношений друг с другом. Деловые отношения. Но они отличаются от обычных деловых отношений, потому что все в этом коллективе знают, что они трудятся для Бога, потому что вся прибыль идет на духовное развитие, не кому-то в карман. И также они знают, что они делают очень важное дело для людей. Мы лечим людей, то есть у нас высокие цели. Наша цель, чтобы люди были здоровы и счастливы. Каждый ставит себе такую цель в коллективе, идет к этой цели. Создается чистая, теплая среда. Те, кто был у нас, лечился, они видели эту атмосферу. Есть такие люди, кто приезжал на лечение? Вы почувствовали? Почувствовали, что от людей исходит вот такая чистота, что они склонны заботиться, внимательно относиться и так далее? Да? Да?